Всем привет! Сегодня у нас пойдет речь об очень интересной Накшатре Рахине. Вообще считается в ведической культуре, что это очень богостная Накшатра, которая несет много хорошего. Но хочу заметить один интересный факт. В современном мире существует один крупный храм, посвященный Брахме, который курирует эту Накшатру, а другим верховным богам, Шиве и Вишну, посвящены тысячи храмов. Откуда такая диспропорция? Дело в том, что в Пуранах сообщаются, по крайней мере я знаю, три легенды, почему не стоит поклоняться Брахме. Можно долго дискутировать на тему, почему так получилось, но я приведу вам свое видение ситуации. Дело в том, что Брахма показывает себя, мягко говоря, неиздержанным богом, особенно в сексуальном контексте. Ну, к примеру, его изображают четырьмя головами. И для чего они у него появились? Он создал из себя же жену, она была крайне прекрасна. И он создал себе еще четыре головы плюсом, чтобы постоянно лицезреть ее, так сказать, на 360 градусов вокруг себя видите. И ладно бы он ее просто лицезрел, он постоянно вожделел, и ладно бы просто вожделел, он постоянно с ней это делал везде. В какой-то момент сбесило других богов, ему отрубили одну из голов, осталось четыре. Ну, не пять, осталось четыре. Есть и другие легенды, и везде, как бы, можно сказать, воспевается его похотливость. И есть одна совсем, я бы сказал, нехорошая. Это Стэна с Энстессом, благодаря которой появилось созвездие Мригориша, Накшатра, точнее, да? Ну, и созвездие тоже. И, соответственно, получается то, что люди, у которых центрирована Акшатра, Арахиния, они, мягко говоря, не издержаны в сексуальном плане, и это может их привести к беде, к отрубанику вообще. Но есть множество легенд, связанных с Брахмой, где он фигурирует в центре какого-то скандала. Кстати говоря, некоторые его дети тоже. То есть, это говорит о том, что у людей, у которых центрирована Арахиния, они могут не то, чтобы быть скандалистами, нет. Они просто могут попадать, быть невольным инициатором скандалов, да, когда какая-то любовная интрижка всплывает, и все вокруг начинают будоражиться и так далее. Вот у Арахинии такая вероятность очень высока, и им надо учиться сдерживать свои порывы. Но это, так сказать, о плохом. Что есть хорошего? Это очень созидательный Накшатр, Накшатр и Творцов. Это говорит о том, что люди с ацентированной Арахинии могут что-то создавать, быть в чем-то, может быть, первопроходцами, ведь Брахма ни много ни мало создатель Вселенной. Плюс надо отметить, что прежде всего в интеллектуальном плане. Почему так? Потому что сам Брахма изображается с ведами в руках, его дети, он, кстати говоря, больше подавит, они занимаются духовной деятельностью, и именно благодаря им в этот мир пришли веды в письменном виде. Также они подарили миру математику и, минуточку внимания, астрологию. Все это говорит о том, что Рахинии очень может быть сильна в интеллектуальном плане. И есть один пример в истории, мне кажется, идеально рассказывающий об этом. Это Амар Хаям. Он был прежде всего астрологом, не поэтом, мало кто об этом знает. Именно за это ему платили при дворе, он был советником. И занимался астрологическими расчетами, плюс, конечно, он был астрономом, был математиком. Он создал самый точный календарь в мире, по которому он до сих пор живет. И рано где, кстати говоря, Амар Хаяма почитают. Это вот очень яркий пример. И так как он был астрологом, его ученик составил вот точный гороскоп на дальнюю карту. И у него Солнце и Венера находятся в Рахинии. Вот он очень яркий пример этому. То есть он одновременно совместил очень, скажем так, малосточные вещи. Это тоже одна из важных вещей, которые, надо сказать, связаны с Рахинией. И что они могут быть талантливы сразу в нескольких областях. То есть, знаете, талантливый человек талантлив во всем. И именно это фактически речь именно о принципах Рахинии. То есть он у нас был и математиком, он был астрологом. Он же был поэтом, он же как советник был устраивателем, как бы сейчас сказали, вечеринок при дворе, да, званых вечеров. Это все было в одном человеке. И он был, на самом деле, довольно любвеобилен. Кстати говоря, российский кинематограф о нем снял сериал. Рекомендую посмотреть. Правда, там астрологи задвигают на задний план, что он не столько астрологическим методом пользуется, сколько детективный, вы знаете, как Шерлок Холмс, дедукцией. Вот. Конечно, это было, на самом деле, не совсем так. Так вот, к концу своей жизни он там вообще пошел во все тяжкие с молодыми. Это тоже так немножко завуалированно показали. То есть, как истинный Рахини, он прям кайфовал до последнего. Вообще, это Накшатра любящая жизнь, любящий такой кайф, получающий много удовольствия. Это и хорошо, и плохо, но как есть. Да, Мархайям очень яркий пример. И снова-таки, Мархайям был в центре, так сказать, скандала, потому что его поэзия, она была очень фривольная, особенно для исламского мира, я бы сказал, чрезвычайная. Из-за чего он в течение жизни попал под гонение. И тут еще одна важная вещь, что именно те вещи, те триллионенты, которые я сказал, почему не стоит похваняться Брахме, не все говорят о конфликте Брахманов и самого Брахмана. То есть, в чем это связано, ну как точнее это проигрывается? Может произойти с тем, что у вас может быть конфликт с церковью, у вас может быть какое-то недопонимание. К вам люди очень религиозные могут относиться как-то не так. Вы должны это учитывать, иначе, может, какие-то серьезные проблемы. Вот, ну вот, к тому же Мархайям это не сильно помешало. Как мне кажется, он дожил 20 лет, он убежал из того города, где он добился славы. Но там, куда он убежал, он просто уже придавался удовольствиям, писал стихи и как бы жил. Поэзия – это тоже одна из главных свойств Рахини. Вообще музицирование, поэзия, песни – это вообще вот все Рахини. Об этом говорится не только его дети, но и его жена, которая курирует науки и искусства. То есть, снова-таки указано то, что у людей Рахини очень высокий интеллектуальный потенциал. Вопрос в другом. Воспользуется человек этим или нет – это как бы уже дело второе. Но потенциал этот должен быть. Что еще, можно сказать, Рахини? Крайне плодовитая Накшатра. У самого Брахма было много детей. А вот у его детей было еще больше детей. И в том числе его 27 Накшатра. Это как бы его внуки, можно сказать. Поэтому такие люди могут отличаться высокой плодовитостью. Да, об этом тоже стоит помнить. Есть еще, конечно, много важных нюансов. Но вот если касаемо детей, то Брахма создала себе детей, чтобы помочь себе. Потому что он в один момент настолько устал, что потерял, например, сознание, пока творил Вселенную. И вообще ему лишние руки, так сказать, не помешали. Но когда он создал детей, потом выяснилось, что у детей свои дела занимаются духовным развитием. И вот не до этой, скажем так, практичности в виде создания Вселенной. Из-за чего возник такой, ну скажем так, конфликт с детьми? Это говорит о том, что людям с инцитированной Ахине не надо рассчитывать на помощь своих детей в жизни. Что у них, скорее всего, будет совсем другая дорожка. Это тоже важно учитывать в жизни людей с инцитированной этой темой. Это указано еще на одну штуку. Но вообще там на самом деле много еще определенных факторов. Об этом всем вы можете узнать у меня на курсе.